Пожалуйста. Те доклады, которые мы прослушали, очень интересные. И, как это часто бывает на конференциях, проводимых данными организаторами, они достаточно информативны и полемичны, и делают заявку на то, чтобы посмотреть в будущее. Поэтому я немножко отвлекусь от своего доклада, с которым я хотел выступить, и ограничусь несколькими замечаниями. Первое замечание заключается в том, что происходит у нас недостаточное разграничение страны, государства и общества или населения. И субъекты эти, в общем-то, казалось бы, едины, но они в значительной мере разные и по-разному определяют перспективы страны. Что является главной характеристикой состояния страны и ее будущее? Это система общественных отношений. Не добыча нефти, не рейтинг руководителя, а система общественных отношений. В настоящее время эта система характеризуется конгломератом противоречий между различными слоями населения и между различными правящими группами и, в конечном счете, противоречием между проводимой политикой и объективными потребностями прогресса общества. Вот именно рассмотрение этой системы оно и должно нам помочь увидеть пути в будущее. А тем не менее, система анализируется при, в общем, довольно относительной свободе критичности, анализируется очень слабо. Можно сослаться на элементарнейшие примеры. Какие у нас были приняты программы, какие у нас были провозглашены лозунги за последние 15-10 лет. Что произошло с этими программами и с этими лозунгами? Не анализируются причины существу провалов в реализации этих программ. Об этом молчим. Потому что ответы коренились бы в оценке общественной системы в целом. А что у нас за общественная система? Знаем мы это или нет? Провозглашаем мы или нет? Официально или нет? К чему мы стремились? К рыночной экономике. Ну и добавляли, сейчас меньше добавляем, социальная рыночная экономика. Получили мы действительно рыночную экономику? Нет, не получили. Нашу экономику нельзя назвать эффективной рыночной экономикой. Хотя большинство известнейших экономистов говорят, что у нас, собственно, сложилась рыночная экономика с активными недостатками. Ну, в общем, ее подправить, и она будет функционировать. Я не буду упоминать другие программы, которые тоже не состоялись, включая программу реформы МВД. Чем мы оцениваем наши позиции? Великая энергетическая держава. Оценивали сейчас уже меньше. Не может быть главной характеристикой великой державы ее энергетическая обеспеченность. Это не может быть залогом успешного развития. Мы говорили, что свобода лучше, чем не свобода. О чем мы думали, когда повторяли эти слова, я лично не знаю. Какая не свобода? Какая свобода? И что нужно сделать для того, чтобы лозунг одно лучше другого реализовать, а не идти в обратном направлении. В общем, если разбираться с тем, какая у нас система, то тогда будет и понятно, почему мы что-то не можем делать, да и не собираемся что-то делать. Ну, я позволю себе отвлечь вас на минуту и привести известные слова Черномырдина. Я думаю, что многие помнят, когда он сказал, мы много, мы все можем сделать. и мы все сделаем, нам нужно только знать, что делать. Иногда у него просказывали просто классические открытия, характеристики нашей страны. Так вот, первое, что надо это всерьез разобраться, какова у нас система общественных отношений, куда она идет. И мы увидим, что существует множество противоречий самых различных групп населения, начиная от верхних и кончая нижних, которые не отражают, а может даже противодействуют реализации интересам прогресса страны. Ну, хорошо, констатируем, а что дальше делать? Как устранять эти противоречия? Вопрос остается открыт. И думаю, что он будет открыт еще довольно долго. у нас в общем положение системы я бы назвал достаточно устойчивым. Ну, хорошо, значит, снизится жизненный уровень населения. Население отреагирует на это, на мой взгляд, слабо и на политическую систему не воздействует. Ну, хорошо, будут, допустим, еще санкции, выдержим, остановим наше техническое развитие, но все равно можно существовать. Много стран, которые существуют при недостаточном техническом развитии. Таким образом, у нас отсутствие, ну, я уж не говорю о том, что такой конструктивной и эффективной политической оппозиции нет. И за исключением нескольких человек, нет и лидеров, которые могли бы представлять эту оппозицию демократическую, если бы она возникла. Вот и вытекает вопрос, что делать, как тут быть. И остается единственная на сегодняшний день надежда на то, что ухудшение экономической ситуации побудет не широкие народные массы, а руководство страны убедиться в том, что систему нужно менять. Я думаю, что если сохранять остатки немного оптимизма, то к этому дело должно прийти. при нынешнем персональном составе или при несколько другом персональном составе, причем это должно произойти без потрясений, с которыми были бы связаны выступления снизу. Но прежде чем питать такие надежды, нужно определиться с тем, какую систему мы хотим построить. Какие-то были проблески сознания в, допустим, 89-м году. Эти проблески сознания исчезли в 92-м допустим году, потому что обрисовалась позиция тех, кто стал обладать влиянием, стал во власть, обнаружилась позиция, что нужны, нужна реализация интересов именно этой группы лиц. И тогда вопрос о анализе необходимой будущей системы отпал. Спасибо. Спасибо.